Всем привет! Приветствуем вас на нашем канале! У нас сегодня будет такое утро, и этим утром у нас очень много дел. Сегодня у нас вообще будет такой насыщенный день. Сейчас мы с Яной и с Кирюшей, Кирюш, пойдем. С Кирюшей едем в поликлинику, в детскую поликлинику, потому что у Яночки же был перелом руки, и сейчас у нее такое восстановительное лечение. Мы были вот у врачей, и ей назначили кое-какие процедуры. Но из-за того, что в Москве сейчас идет ремонт детских поликлиник, и наша поликлиника не работает, соответственно, в этот кабинет на процедуры нам нужно будет ехать в другую поликлинику, и это очень далеко от нас. Мы поедем общественным транспортом, поехали с нами. Папа у нас поехал в автосервис, поэтому Кирюша все с ним прощается, говорит пока папа, да, Кирюш? Да. Пока папа, да? Да. Все говорит пока, пока папа, поэтому папа уехал на машине в сервис, а мы едем на автобусе в больницу, в поликлинику. Да. Вот мы уже на остановке ждем свой автобус. Потом нам нужно будет еще проехаться на метро, и потом еще раз на автобусе. В Москве иногда очень долго приходится ждать автобус, и это, наверное, наш случай. Мои маленькие ждуны. И спустя каких-то 40 минут мы уже едем в автобусе. Мы доехали на автобусе до метро, теперь у нас пересадка на метро. На метро нам ехать всего одну станцию. Хорошо, что здесь не нужно долго ждать. Поезда ходят практически каждые 5 минут. Для Кирилла, если я не ошибаюсь, это первая поездка в метро, поэтому он, конечно, был вообще в восторге. Тем более, что ехали мы над землей, а не под землей, поэтому восторг был, я думаю, у обоих детей. Выйдя из метро, мы направились к автобусной остановке, потому что нам еще нужно будет проехать несколько остановок на автобусе. Точнее, не несколько остановок, а до конечной, потому что поликлиника эта находится аж на конечной остановке, и ехать туда, честно, я признаюсь, достаточно долго. Но плюс был в том, что этот автобус, этот маршрут ходит очень часто, и ждать нам его пришлось буквально минут 7, наверное. Ну вот мы на месте, мы добрались. Спустя столько времени, столько пересадок, приехали и уже устали. Вот это поликлиника, в которую мы ехали. В ней, я так понимаю, уже ремонт сделали, поэтому теперь из тех поликлиник, в которых сейчас будут делать ремонт, либо в которых уже делают ремонт, вот сюда приезжают. Ну, это по нашему району, конечно, не по всей Москве. Я не знаю, что там во всей Москве. Город большой. А вот в нашем округе практически все сейчас поликлиники на ремонте. Насколько я знаю, там всего 2, по-моему, или 3 работают, и то 3 сейчас закрывают. Вот, поэтому приходится вот с такими приключениями добираться. Так что пошли мы на свою процедуру. Если бы еще автобусы ходили по расписанию, не было бы все так грустно, но автобус первый, которого мы ждали, там 3 автобуса аж не пришло по расписанию. И мы там просидели, наверное, где-то 40 минут, если не больше. Поэтому дети устали. Я уже сама начала нервничать. Ну вот, наконец-то мы добрались. Ну и что, побежали? Ну, конечно, ты первый. Это вообще-то тебе на процедуру надо идти. Пойдем. Процедура у Яны вот так выглядит. Это магниты. Процедура на вид очень простая, поэтому каждый раз, когда я еду полтора-два часа до этой поликлиники, у меня возникает вопрос, а стоит ли оно того. Потому что после такой сложной дороги не было сил даже заснять Яну. Но решила, что вам будет интересно, что это за процедура, поэтому засняла ее в следующий день и вот вставила в это видео. Ну и традиционно взяли себе по игрушечке. Теперь в отремонтированных поликлиниках стоят везде вот такие короба, в которых можно взять какие-то маленькие игрушечки себе в подарок. Сходили вот в поликлинику, получили подарки. Когда мы заходили, подарков еще не было, а сейчас уже положили. Покажи, что ты взяла. Вот, вот здесь. Покажешь? Вот мышка. Ну все, пойдем. Купили детям мороженое. Это у нас уже традиция такая стала. После поликлиники покупать мороженое. Здесь прямо рядом с поликлиникой ларек с мороженым. Конечно, как это не станет традицией. Ну что, пойдем на площадку? Ага. Ну пойдем. Поликлиника это же стресс своего рода, поэтому, ну как не купить мороженое-то, да, Янчик? Угу. Вкусное мороженое? Ага. Все, дети довольны? Сейчас пойдем на площадке, поиграем чуть-чуть, доедим мороженое и поедем домой, потому что обратно мы поедем точно таким же маршрутом. Поиграем немного на детской площадке и отправимся домой, потому что я еще хочу зайти в Озон, чтобы забрать заказы. Пришли с Яной на Озон, набрали кучу всего. Кое-что нам придется все-таки примерить. Я взяла еще одежду ей к школьной форме, будем сейчас примерять. Какая красотка. Красивая кофточка, нравится? Да, нравится, но я себя не чувствую, как в пираме. Вторую красоту, да? Ну, отлично, тоже отлично, тоже берем. В Озоне забрали свой заказ, сейчас еще забежали в магазин продуктовый, кое-что купим, тут нам молочко надо докупить, вот и домой пойдем. Пойдем и покажем вам, что мы там забрали в Озоне. Вот так вот, уже с полной корзиной ходим. Яна, ищи где молоко. Ходим молоко, вот молоко. Угу, хорошо. Ну вот мы с покупками, идем из магазина. Хорошо, что идти недалеко, потому что у нас, конечно, полно пакетов. Да, что-то заказ на Озоне оказался больше, чем я думала. Вот, какую-то часть я даже не забрала, потому что я там заказала рулонные шторы. Они оказались такого гигантского размера, что, ну, я попросила их оставить. Денис потом как-нибудь заедет и заберет их. Ну, а всю канцелярскую вот эту вот муть, которую я заказала Яне к школе, все, конечно, забрали. Сейчас придем домой, все проверим, все ли я заказала. Вот, и вам покажем. Ну что, вот мы и дома, сейчас будем распаковываться. Так, показываю, что мы еще дозаказали. После собрания родительского в школе нам сказали докупить еще целый список разных канцелярских товаров. И вот это, это коврик для их там трудов, каких-то дел. В общем, сказали на парту нужно купить вот такой коврик специальный. Это как сет такой он специальный, продается. В общем, я на Озоне заказала. Вот он. Потом баночку, непроливайку такую. Потом карандаши вот я взяла цветные. Гуашь. У нас, правда, на выбор либо акварельный, либо гуашь. Ну, Яна у нас все время любила рисовать гуашь, и я взяла и гуашь. Потом, что тут еще у нас? Цветные ручки. Вот, я честно брала просто так. Вот первые, которые попались, я взяла. Потом вы уже видели, вот такие кофточки я их в форме купила. Вот, мне понравились. Дальше у нас белый картон. Ну, я думаю, мне придется его еще докупать. Я всего 10 листов купила. Ну, так как он разный бывает, там двусторонний, односторонний, глянцевый, матовый. Я поэтому взяла пока такой. Посмотрим, какой там им нужно будет в итоге. Потом еще цветной картон. Цветной картон взяла. Тоже там нужно нам и односторонний, и двусторонний. Ну, по-моему, мне пришел пока только односторонний. Ну, ладно, пусть пока такой будет. А нет, вот он двусторонний цветной картон. Вот, взяла я его, и он даже успел прийти вовремя. Отлично, вот это двусторонний картон. Потом нам еще сказали приобрести вот такие фартуки для уроков труда, рисования. В общем, я взяла вот такой фартук. Яна выбирала. Вот, розовенький с кошечкой. И нам еще сказали приобрести, ну, не именно такие, но вообще папки, куда они будут складывать. Допустим, папка для рисования здесь будут. У нее там альбом, наверное, краски. В общем, все такое. И вторая папка для вот этой технологии, называется, в общем, труды. Где тоже они будут складывать все в папку необходимое. Но у них там будут лежать в школе. Вот я взяла две такие папки. Не знаю, удобно будет, неудобно. Вот я взяла. Еще я взяла Яни гольфы. На самом деле, я думала, что 1 сентября будет уже холодно, дождливо и ветрено. И достаточно будет колготок. Но, как выяснилось, жара никак не отступит. Поэтому я взяла еще и гольфы. А сейчас я иду на родительское собрание. В детском саду сегодня у нас будет собрание. Вчера было в школе, а сегодня в детском саду. Вот я нарядилась так, чтобы прилично выглядеть. Вот, послушаем, что нам там сегодня скажут. Вчера было в школе родительское собрание. Длилось оно, мама дорогая, 2,5 часа. Мы вышли, уже было темно. Очень много мотивационных речей было. Господи. Ну, короче, много интересного тоже узнали. Во-первых, я узнала, что Яночка будет у нас первый год учиться в здании детского сада. Вот. Там будут только первые классы. Они там будут только первый год. А вроде как со второго класса их уже переведут в школу. В корпус младших классов. Ну, а вот первый год там. Сначала я думала, боже, что за бред. А потом подумала, что, может быть, это и лучше такая адаптация мягкая будет к школе. Вроде как школа началась, но еще здание детского сада. Все-таки такое что-то близкое, родное. Поэтому, может быть, и ничего. Все, что не делается, все к лучшему. Поэтому поживем, увидим, что будет нас там ждать. А так учебники новые, красивые. Вот. Все, школа закупила нам. Все это 2 сентября выдадут. Вот. Поэтому потом посмотрим, что там за учебники. А сегодня вот в детском саду собрание мы Кирилла записали в детский сад. В тот же самый, что и Яна ходила здесь в России. В Москве. Вот. И мы решили в тот же детский сад записать. И Кирилла. И вот сегодня там будет собрание. Не знаю, мы будем отдавать его прям вот с 1 сентября или нет. Потому что он, конечно, такой маленький. Такой прям. Ой, плачет сразу, как только. Я вот сейчас пошла на собрание, слышу там. Плачет. Прям вот не отпускает он. Поэтому не знаю, как все это будет у нас складываться. Но схожу, послушаю, узнаю, что там и как. В любом случае, медкомиссию мы прошли. Это диспансеризация была. Поэтому к садику мы готовы. Все договора подписаны. Но пойдем или нет, еще не знаю. Сейчас пойду, пока все нюансы узнаю. А вот, кстати, я уже и дошла. Вот наш сад. Он на самом деле огромный. Вот. Такой он. Территория тоже большая. Много площадок. В общем, детям здесь хорошо. Яночке было замечательно здесь. Собрание, я думаю, тоже будет очень долго длиться. Ну, я всегда надеюсь, что быстро пройдет. Но никогда так не бывает. Поэтому с вами я на сегодня прощаюсь. Вот. Потому что, когда я выйду, наверное, уже будет темно. И я быстренько пойду домой отдыхать. Поэтому на сегодня пока. Надеюсь, что вам было весело со мной провести этот день. Если это видео вам понравилось, то поставьте нам лайк. Ну, все тогда. Пока-пока. Увидимся в следующем видео. Спасибо.